В Ереване снова неспокойно у здания полка ОВД. Еще один лидер вооруженных радикалов Сасна-Церер ранен во время перестрелки. При каких обстоятельствах был открыт огонь, знает наш специальный корреспондент Евгений Змановский. Она сейчас находится в Ереване. Здравствуй, Женя, где сейчас раненый и из-за чего произошла перестрелка? Да, Юра, раненый, один из членов вооруженной группировки Сасна-Церер, по-прежнему находится на территории захваченного полка ППС. Пока официальной информации от полиции, из-за чего началась стрельба, не поступало. Однако один из захватчиков связался с журналистами этого вооруженного Тисян и рассказал свою версию по его словам. Когда один из них вышел с захваченного здания, полиция в него выстрелила. Был ранен один из членов группировки Сасна-Церер с позывным «Одинокий волк». Его ранили в ногу. Да, он находится на территории полицейского участка. Его не отдают врачам для госпитализации. Как вот сказал журналист на вооруженного Тисян, если полицейские не прекратят вот таким образом отстреливать их по одному, то в ответ они также уже готовы начать стрелять. Для этого у них хватит сил, а также оружие. Я напомню, что под контролем группировки Сасна-Церер находится целый оружейный арсенал полка ППС. Также, когда мы были, напомню, что накануне на территории захваченного ОВД и разговаривали с вооруженными радикалами, мы как раз и пообщались с этим «Одиноким волком», который заверил, что они не хотят кровопролития, и они по-прежнему настаивают на своих требованиях. Это чтобы было снято правительство, расформировано, а также, чтобы отпустили одного из лидеров оппозиционной партии из-под ареста Жирайра Сефеляна. Но вот тогда, когда мы зашли на территорию полка ППС, одни из первых, чтобы наличие, потому что как раз этот «Одинокий волк», и тогда он начал умраться с полицейскими, которые нас проводили, чтобы они покинули территорию, чтобы мы отдали наедине с ними, и он получился на безопасность. Ну что ж, все-таки хорошо, что не убиты, а только ранены. Но вот противостояние продолжается. Хочется верить, что все-таки в ближайшее время все-таки захватчики поймут, что именно они находятся в плотном кольце полиции, и не им диктовать эти условия. Спасибо. На прямой связи со студией была специальный корреспондент Евгения Замановская из Еревана. Продолжение следует...